всем привет вы на канале урал спецтранс сегодня с вадимом в обзоре интересная тема то один говорит мы же считаем урал и камазы вездеходным машины можем ли мы считать шахманы вездеходным до 7 полноприводные значит вездеходный но мы начать и всего рассказывать добрый день до сегодня наш наш сегодняшний обзор носит слегка такой не как обычно информационный характер слегка наверное исследовательской аналитические не знаем мы такими наверно не занимались никогда раньше но лиха беда начала попробуем посмотрим что получится два совершенно одинаковых автомобиля конструктивно совершенно одинаковых вот но в зависимости от комплектации эти автомобили отличаются по своим возможностям и по эксплуатационным параметрам на рынке коммерческих автомобилей российской федерации сложилась нехватка автомобилей повышенной проходимости вводившуюся нишу заняли автомобили иностранного производства ну точнее автомобили китайского производства а еще точнее как раз представители марки которую мы сегодня и рассматриваем то есть это автомобили шахман это одна из первых марок которая была представлена российской федерации полноприводном варианте может ли автомобиль шахман называться автомобилем повышенной проходимости существует наука движения колесных и гусеничных транспортных средств в условиях бездорожья выработаны определенные критерии этой наукой о проходимости которая определяет принадлежность автомобиля возможность точнее автомобиля называться автомобилем повышенной проходимости три группы параметров это геометрические параметры это тяговые параметры и параметры опорно-сыпные геометрические параметры это параметры которые задаются в процессе проектирования автомобиля они не зависят от внешних факторов от условий эксплуатации они закладываются конструктором исходя из экономической целесообразности и условий эксплуатации этого автомобиля для которого собственно говоря условий эксплуатации для которого автомобиль создается у меня тут есть специальный инструмент который я сегодня взял он у меня будет являться указкой и так геометрический параметр автомобиля это угол атаки или угол переднего свеса это вот этот угол как раз вот так значит угол между колесом и нижней частью буфера но связи с тем что у нас это тягач у него еще есть переднее защитное устройство вот этот угол у нас 27 градусов рядышком автомобиль он сделан из шасси у него буфера нету под защитное устройство этот же самый угол у него будет больше порядка 30 градусов это угол атаки или угол переднего свеса угол этот угол атаки этот угол предназначен для того чтобы обеспечить возможность автомобиля преодолевать какие-то препятствия ну например заезд на переправу или выезд переправы заезд на пандусы там складских помещений прочего так угол атаки 30 градусов до 30 градусов угол заднего свеса угол заднего свеса определяется задним свесом рамы но тягач поскольку он конструктивно не имеет практически не имеет заднего свеса вот на этих обоих машинах угол свес одинаковый то есть угол определяется вот этот вот по условно говоря по фонарям вот так вот примерно это порядка 65 градусов следующий параметр это параметр это клиренс в принципе это наверно основной параметр проходимости автомобиля клиренсом называется расстояние от поверхности дороги до нижней точки автомобиля клиренс как правило измеряется автомобиле без груза и составляет максимально возможное расстояние соответственно когда автомобиль груженый клиренс за счет просадки подвески клиренс меняется ну то бишь уменьшается на наших автомобилях то есть мы сейчас рассматриваем это стандартная версия на двускатной шиновки это у нас версия на полноприводная версия на односкатной шиновки на шинах 425 на 85 r21 то есть это вот основной автомобиль который про которые мы сегодня рассказываем этот автомобиль стандартной стандартной комплектности поставлен для примера для сравнения и так клиренс на этом автомобиле то есть расстояние от поверхности дороги до нижней точки на вот этих шинах 425 на 85 составляет 400 миллиметров это расстояние от поверхности дороги да да редуктора редуктора то углам редуктора главной передачи переднего вы please или среднего или заднего расстояния одинаково до редуктора ведущего моста благодаря тому что мосты имеет бортовые редукторы в главной передачи они имеют небольшие габариты и за счет того что картер моста в нижней части скошен то есть расстояние клиренс составляет 400 миллиметров существует как минимум два основных способа который позволяет клиренс это увеличить первый способ это установка колес большего диаметра то есть вот то что мы видим вот стандартная двускатная шиновка на шинах 315 на 80 и односкатная шиновка на шинах повышенной проходимости естественно тут клиренс будет значительно меньше чем на автомобиле на вот этих шинах повышенной проходимости второй способ который позволяет увеличить дорожный просвет то бишь клиренс это применение мостов так называемых портальных с редукторами с бортовыми редукторами это редукторы наружного зацепления которые по обоим сторонам автомобиля применение этих редукторов позволяет им имеет как плюсы так и минусы позволяет значительно повысить дорожный просвет с одной стороны значит улучшается проходимость естественно но при этом увеличивается при этом возникает увеличивается центр тяжести то есть снижается устойчивость автомобиля увеличивается повышается сложность его сложность конструкции моста снижается надежность вот ну и автомобиль становится менее хуже хуже управляемость хуже динамические его качества поэтому применение портальных мостов она в целом обоснована для военных автомобилей но на коммерческих автомобилей практически не встречается наиболее яркие примеры применения портальных мостов это легендарный volvo c3 laplander это hammer это пинс гауэр австрийский это mercedes-benz unimog который как раз такую конструкцию используют ну и российских у вас 469 такие портальные мосты устанавливать для министерства обороны еще один параметр это радиус радиус это угол перекаты или радиус продольной проходимости радиус продольной проходимости определяется колесной базы автомобиля нашем случае это 3 775 миллиметров и высотой до нижней точки то есть в пределах базы колесной у нас стоит раздаточная коробка и расстояние от поверхности дороги до раздаточной коробки составляет 520 миллиметров вот это расстояние соответственно вот это и есть радиус радиус переката радиус продольной проходимости еще его называют углом углом переката то есть условно воображаемой линии вот которые от колес до нижней точки получается раздаточной коробки этот угол у нас составляет вот на этой машине на колесах 425 он составляет у нас 420 14 градусов значит радиус угол переката позволяет автомобилю преодолеть переменный профиль условно говоря подняться по наклонной поверхности и спуститься на горизонтальную при этом не задевая препятствия элементами шасси например при подъеме на эстакаду ну или при преодолении каких-то других препятствий продольного профиля следующая группа параметров это тяговые параметры го эта группа параметров состоит из это у нас энерго вооруженность автомобиля это средство это конструкция трансмиссии и средства повышения средства для повышения проходимости энерговооруженность автомобиля у нас обеспечивается естественно двигателем данной ситуации на этих автомобилях на обоих у нас установлен vp12 это рядная шестерка объем 12 литров у ней и мощность указан на двери 430 лошадиных сил тут эти автомобили одинаковые крутящий момент 2000 2100 выходной ньютон метров в диапазоне оборотов 1000 1100 1400 оборотов в минуту плюс в конструкции трансмиссии должны быть для автомобиля повышенной проходимости должны быть предусмотрены средства для того чтобы крутящий момент который передается двигателя на ведущие колеса он во-первых мог увеличиваться и во-вторых мог передаваться без потери этого самого крутящего момента для чего существует определенные средства ну значит обо всем по порядку и так энерговооруженность автомобиля силовая линия энерговооруженность обеспечивается конечно силовой линии то есть элементы силовой линии последовательно передают крутящий момент от двигателя на ведущие колеса тем самым производится ступенчатое увеличение крутящего момента силовая линия это у нас двигатель следующий у нас элемент силовой линии коробка передач раздаточная коробка и наконец главной передачи ведущих мостов ну и соответственно бортовые редукторы если провести несложный расчет получится следующая цифра крутящий момент на выходе из двигателя 2100 ньютон метров ньютон метров 12 ступенчатая коробка передач считаем первую передачу передач на отношении 12 и 1 раздаточная коробка с понижающей высшей передачи 089 ниши передача одна целая пятьдесят одна целая пять пятьсот тридцать шесть ведущие мосты с передачным отношением 5236 если перемножить легко и непринужденно одно на другое путем чисто математических подсчетов у нас получается выходной момент который на двигателе 2100 или 2100 ньютон метров он на ведущих колесах получается 119 119 тысяч ньютон метров благодаря тому что передачное отношение в трансмиссии позволяет ступенчато этот момент увеличить это я говорю 119 тысяч это касается если автомобиль используют повышающую передачу в раздачной коробке если мы включаем передачу пониженную в раздачной коробке крутящий момент на ведущих колесах возрастает практически в два раза и составляет цифру 209 тысяч ньютон метров таким образом происходит ступенчатое повышение крутящего момента от двигателя благодаря элементам трансмиссии особенностью трансмиссии автомобиля полноприводного повышенной проходимости является то что в нем должны присутствовать средства которые позволяют передавать крутящий момент без потерь на ведущие колеса до чего придут предусмотрено определенные механизмы на автомобиле шахман у нас есть пять дифференциалов три дифференциала у нас находятся ведущих мостах три межколесных дифференциала и 2 межосевых дифференциала межколесный дифференциал установлены в ведущих мостах. Межосевой дифференциал установлен в раздаточной коробке и межосевой дифференциал установлен на входе в заднюю тележку. Дифференциал разделяет поток мощности и позволяет колесам вращаться с разной угловой скоростью. Это нужно для того, например, при движении на поворотах, когда внутреннее колесо проходит меньший путь, чем колесо, которое идет по наружному радиусу. Соответственно, колеса вращаются с разной угловой скоростью и как раз это свойство обеспечивается конструкцией такого механизма, который называется дифференциал. Межосевой дифференциал позволяет распределить, разделить входящий поток мощности, если говорим про раздачную коробку, входной поток мощности, который на входе в раздачную коробку, разделить его на три части, условно говоря, по 30% вперед и 60% назад, по 30% на каждый ведущий мост. Также позволяет карданная валом привода разделить кинематическую связь, обеспечить возможность им вращения с разными угловыми скоростями. Но это в зависимости от условий дорожных движения и прочего. Ну, например, с левой стороны колеса стоят на асфальте, колеса одной стороны, с правой стороны колесо стоит на льду. Поэтому при попытке тронуться колесо, которое стоит на льду и имеет меньший коэффициент сцепления с дороги, оно начинает вращаться. При этом колесо, которое стоит на асфальте, оно стоит неподвижно. Соответственно, автомобиль начинает буксовать и не может тронуться с места. Крутящий момент всегда уходит в сторону колеса, которые имеют меньший контакт с поверхностью. Механизм межколесной блокировки обеспечивает, позволяет замкнуть жестко колеса обеих сторон в одну линию. То есть обе полуоси при включении блокировки межколесной, полуоси обеих сторон начинают вращаться с одной угловой скоростью. И при этом пробуксовывание колеса той или и одной или другой стороны не происходит. Независимо от того, что стоит колесо, одно колесо стоит на льду, второе стоит на асфальте, при включении блокировки колеса начинают вращаться с одинаковой скоростью и автомобиль трогается. Это межколесная блокировка. Значит, блокировка межосевого дифференциала. Также рассмотрим на примере раздаточной коробки. То есть дифференциал, который разделяет привод передних и задних колес, также может быть заблокирован. Яркий пример, для чего это надо. Например, автомобиль движется, ну тягач пусть это будет тягач, у него он гружен, у него нагрузка на седельное сцепное устройство достаточно для того, чтобы обеспечить нормальные тягосцепные параметры. Автомобиль начинает двигаться в гору. И в определенный момент происходит перераспределение крутящего момента, когда вся нагрузка, которая в основном давит на задние, на седельное сцепное устройство, она прижимает задние оси, но при этом передний мост начинает разгружаться, автомобиль движется в гору. И наступает какой-то определенный момент, когда передние колеса разгружаются настолько, что начинается пробуксовка. И автомобиль теряет, начинает терять скорость, теряет подвижность, вплоть до полной остановки. При этом, в случае, если включить блокировку в раздачной коробке, в межосевую, карданный вал передний и привода переднего моста, и привода задних колес начинают вращаться как одно целое, с одинаковыми угловыми скоростями, тем самым автомобиль получает возможность движения. Поэтому водители, которые понимают, что подъем достаточно критичный, они заранее включают на межосевую блокировку в раздачной коробке, чтобы исключить возможность остановки автомобиля на подъеме. Ну и, наконец, третья, последняя группа параметров, это конструкция подвески. Ну, по сути, их всего два. Это конструкция подвески и применение шин. Конструкция подвески. По сути, у нас есть всего два типа подвески. Это независимая и зависимая. Зависимая подвеска – это такая подвеска, которая неразрезной мост. Ну, как вот сейчас мы на том автомобиле, который мы рассматриваем. То есть, это жесткий мост, при этом перемещение движения колеса с одной стороны, оно взаимосвязано с движением колеса с другой стороны. Как правило, такая конструкция подвески. Ну, это, в общем-то, стандартное применение на коммерческих автомобилях. При этом дефирующими элементами здесь являются рессоры, либо параболические, либо эллиптические, ну и плюс гидравлические амортизаторы. Ну, то же самое, как мы видим на этом автомобиле. Для автомобилей повышенной проходимости, исходя из того, что они эксплуатируются в условиях бездорожья, как правило, применяется односкатная шиновка. То есть, вот тот вариант, который у нас реализован на этом автомобиле. Односкатная шиновка – это признак автомобиля повышенной проходимости. Соответственно, стоящий рядом автомобиль на двускатной шиновке, он как бы тоже автомобиль полноприводный, но из того, что колеса, задние колеса двускатная. Движение в условиях бездорожья на таком автомобиле ограничено за счет того, что колея задних колес, она значительно шире, чем двускатных колес, чем односкатное колесо. То есть, автомобиль в условиях бездорожья, ну или условиях условного бездорожья, да, он имеет большее сопротивление, двускатная шиновка имеет большее сопротивление при движении в условиях бездорожья чем односкатная поскольку односкатные колеса все находятся двигу движутся в одной колее и как переднее колесо режет клею либо движется в колее так и собственно говоря весь автомобиль движется по одной колее применение автомобиль эксплуатации автомобиля условиях бездорожья она также возможно благодаря не только тому что односкатной шиновку мы благодаря применение специальных шин то есть перед нами вот для автомобилей повышенной проходимости существует были разработаны несколько таких моделей шин ну самый известный наверное среди них этого и 25 легендарная ураловская шина это в общем то наверное одна из самых лучших шин для условий преодоления бездорожья вот эта шина это у нас 425 на 85 r21 модель называется нортек и тоже достаточно известная которая используется на автомобилях камаз модель называется кама 1260 но в этом случае 1260 это наружный диаметр и и и практически все вот эти шины такого такого рода они они имеют наружный диаметр 1260 миллиметров мало того эта шина имеет специальную конструкцию она более она более мягкая она имеет видно что она имеет развитый рисунок протектора вот это известный тип елочки до направленной так называемый рисунок протектора который при имеет возможность самоочищаться то есть при налипании грязи во время движения он сам очищается но это тоже одна из функций вот таких шин одна из возможностей шин для внедорожной эксплуатации мало того что эти шины более мягкие имеет специальную конструкцию конструкцию корда они они радиальные современные шины повышенной проходимости и они еще и всегда камерные в отличие от обычных шин которые для дорожной эксплуатации вот эти шины они бескамерны и эти шины они всегда эксплуатируются на на постоянном давлении рекомендованным но как правило да вот эти все значения давления они указаны на производителем на шинах они эксплуатируются на определенном давлении и случае и они не допускают снижение этого давления если такая шина будет эксплуатировать на пониженном давлении это приведет к ее разрушению при этом эта шина камерная у нее внутреннее давление может регулироваться это предусмотрено ее конструкции и регулируется на достаточно больших пределах по условиям эксплуатации допускается от значит от 1 примерно от 1 до 5 или 5 с половиной килограмм силы на сантиметр квадратный внутреннее давление причем это давление может регулироваться в зависимости от условий как правило такие шины устанавливаются на автомобили которые у нас есть автомобили двойного значения в россии всем известные да эти шины в основном устанавливается на них и оба эти автомобиля имеют централизованную систему подкачки эта система которая позволяет регулировать давление воздуха в шинах централизованно с места водителя причем позволяет это делать независимо от того автомобиль стоит на месте или движется причем позволяет это сделать при условии закрытия колесных кранов в той или иной последовательности можно изменять давление как по сторонам автомобиля так и по значит можно допустим спереди давление повысить сзади понизить ну в зависимости того как как решит водитель как он закроет или откроет какие колесные краны в этот момент будут открыты при необходимости то есть это все зависит от опыта водителя и естественно от условий от нагрузки и от условий эксплуатации от условий бездорожья который предстоит этому автомобилю преодолеть автомобиль шагман который сегодня мы рассматриваем он не имеет централизованной системы подкачки вообще никакой системы не имеет но это связано наверное с тем что такая система она достаточно сложна в реализации серьезно приводит к удорожанию ну и наверное не очень надежно но по сути на коммерческих автомобилях она не используется система централизованного регулирования давления воздуха в шина но российские автомобили двойного назначения такую систему имеет штатно но на импортных аналогов я честно говоря не встречал при необходимости водитель может всегда снизить давление для преодоления какого-то участка понятно что это сложно трудоемко то есть нужно снижать давление используя манометр потом это давление нужно обратно возвращает на исходную это сложно трудоемко но это во всяком случае это выполнимо если предстоит преодолеть ну я не знаю там ну мало ли какой-то снежный занос или что-то какие-то пески нужно преодолеть ну какие могут быть варианты всякие то есть если такая необходимость возникает такую возможность реализовать можно снизить давление в колесах преодолеть труднопроходимый участок и вернуть давление до нормы на колесах предусмотрены вентили в комплекте автомобиля в зипе имеется шланг для подкачки имеется манометр система авто воздушная система автомобиля имеет возможность отбора сжатого воздуха то есть шланг всегда можно присоединить к имеющимся штатным местам то есть вот это позволяет отбор сжатого воздуха для возможности накачки колес то есть снизили давление проехали участок накачали я говорю в крайнем случае если такая необходимость возникает такая возможность есть по сути все те которые я сказал и кама 12 60 и вот этот нортек 425 на 80 это шины имеют достаточно низкую несущую способность то есть по коэффициенту грузоподъемности такая шина грузоподъемностью не 4 тонны на колесо поэтому полная масса этого автомобиля не более 20 и 24 тонн и нагрузка на седельно-сцепного устройства для того чтобы не перегружать шины не более по моему десяти с половиной или 11 11 тонн вот соответственно два варианта дорожный вариант который у нас стоит рядом на двускатной шиновке у него полная масса допустимая 31 тонна при нагрузке на седло 18 тонн у тягача на односкатной шиновке полная масса 24 тонны и нагрузка на седельно-сцепное устройство 11 тонн не более 11 тонн то есть практически 30 35 процентов от грузоподъемности мы теряем в связи с тем что установлены колеса с низкой несущей способностью но компенсируется тем что автомобиль получает возможность эксплуатации на бездорожье поэтому тут естественно выбор за за эксплуатирующей организации которые у которой понимает где она будет эксплуатировать этот автомобиль при необходимости установка односкатной шиновки позволяет эксплуатировать автомобиль на бездорожье но и с такой не с ограничением естественно по нагрузке но если такой необходимости нет то стандартная шиновка и движение по дороге значит по группе параметров геометрических автомобиль шахман он по сути не уступает аналогом по геометрическим пана по параметрам не уступает аналогом как российского так и импортного производства значит по энерговооруженности благодаря наличию мощного двигателя дизельного двигателя с высоким крутящим моментом он превосходит он на равных находится с аналогами со своими либо превосходит большинство из них значит по наличию средств повышения проходимости какие такие как блокировки то есть это автомобиль имеет межколесную блокировку всех ведущих мостов но это большой плюс мало кто такой мало кто имеет межколесной блокировки на всех ведущих мостах в частности на переднем поэтому тут он как бы впереди слегка впереди ну и наконец по по подвеске ничем не отличаются от аналогов конструкция подвески такая же как у всех вот но по факту отсутствие системы подкачки шин это наверное единственный параметр по которым он уступает аналогом но тем не менее тем не менее при возможности регулировать давление вручную в общем то ну в конце концов и это этот вопрос тоже решается таким образом рассмотрев со всех сторон тягач шагман на односкатной шиновке 425-80 мы пришли к выводу что этот автомобиль имеет право называться автомобилем повышенной проходимости и имеет возможность эксплуатироваться в условиях разумного бездорожья ну не слишком сложного конечно это не болото это не пашня но опять же это коммерческий автомобиль который перевозит груз согласно руководству по эксплуатации правило пользования передачами раздачной коробки и включением блокировок оговорен в руководстве по эксплуатации оговорен они следующим образом то есть рассказать сначала хорошо я сначала расскажу не заводя мотор значит включаем сначала передачу пониженную передачу в раздачной коробке вот клавиша включения передачи пониженной передачи в раздачной коробке следующем мы включаем меж межосевую блокировку раздачной коробки и межосевую блокировку задних мостов задних ведущих мостов дальше мы включаем межколесную задних ведущих мостов. И в последнюю мы включаем блокировку межколесного переднего ведущего моста. После прохождения труднопроходимого участка автомобиль необходимо остановить и произвести выключение в обратной последовательности. Первое выключается. Это блокировка переднего моста, дальше выключается межколесная блокировка задних ведущих мостов, потом межосевая блокировка тележки и раздачной коробки и потом выключаем нишу передачу раздачной коробки урал камаз имеют систему подкачки это на шахмане такой системы нет но во всяком случае ну близко то есть мы находимся до шахман по своим возможностям эксплуатационно техническим он находится близко к возможно вы заметь возможно заметьте к возможностям проходимости ну а по извините по грузовым своим параметрам по нагрузкам он везет гораздо больше и двигатель у него мощнее и прочее подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии пока до новых встреч а